Микс Ньюс. Лечебно-политическая и общественно-профилактическая программа «Диагноз недели». И тебя вылечат. И тебя тоже вылечат. Добрый день, уважаемые слушатели. Опять мы с Вадимом Родионовым сегодня будем привлекать ваше внимание к разным актуальным темам, касающихся человеческой психики. И я, в общем-то, чем занимаюсь? Я просматриваю всяческие информационные каналы, посвященные медицине и так далее, и нахожу какие-то вещи, которые откладываю про запас, что называется. И за последнее время я обнаружил, что такая совершенно очевидная тенденция, ну, пока что это информация, в основном, из Европы и из Америки, о нарастающей какой-то очень напряженной ситуации с психическим здоровьем молодых людей. То есть, и подростков? Нет, и детей тоже. И детей, и подростков, и юношей. Ну, сейчас, правда, вроде бы по мнению в семье организма здравоохранения подростков до 24 лет, поэтому, наверное, у подростков, скорее всего. И появляется очень много крайне тревожной информации. Ну, во-первых, цифры такие достаточно пугающие. Цифры в Америке, что за несколько лет количество самоубийств среди подростков и детей выросло процентов на 150. То есть, за несколько лет это совершенно другие пугающие цифры. То есть, в разы, можно сказать. В разы выросло количество, это я сейчас сказал о, к сожалению, о удавшихся попытках самоубийства. В разы выросло количество попыток самоубийства. В разы выросло количество обращения детей и подростков в приемные покои больниц или с жалобой на мысль о самоубийстве, или с попытками самоубийства. По-моему, по английской статистике за несколько лет в три раза среди детей и подростков выросло количество самоповреждений. То есть, когда люди наносят себе травмы или режут себе руки, ноги, но не с целью убить себя, а именно с такой целью причинить себе некое повреждение. Почему они это делают? Мы когда-то говорили, сегодня, может, это еще повторим. И вот все это вместе, я, к сожалению, не знаю статистики ни по Латвии, ни по России. Что-то мне подсказывает, что европейские, американские дети и подростки не сильно отличаются от наших. Тем более, все они сейчас живут в общем... В глобальном мире. Да, в глобальном мире и в глобальном интернет-пространстве, и обменятся одной и той же информацией, и служат одну и ту же музыку, я предполагаю, и делятся разные информации, не всегда полезны. Вот почему все это происходит, это большой, очень тревожный вопрос. Иногда это имеет очень странные источники. Например, не так давно прошел такой подростковый сериал. Назывался он «Тринадцать причин почему». В этом сериале, я бы, честно, не смотрел, не будучи подростком, насколько он прочел. Там девочка, подросток совершает самоубийство и оставляет тринадцать аудиофайлов, адресованных разным людям, где она каждому рассказывает, почему, по ее мнению, он является костной причиной того, что она совершила самоубийство. В этом сериале показаны и боллинг, и насилие, и травмирующее поведение родителей, и еще много всего. Так вот, в течение месяца после этого сериала самоубийство для подростков мальчиков выросло на двадцать один процент. По некоторым другим данным, больше выросло самоубийство у девочек. То есть, этот сериал спровоцировал, можно сказать так, волну самоубийств. Интересно, что есть, знаете, история повторяет сначала как драма, а потом как фарс. Вот, к сожалению, есть те вещи, которые начинаются как трагедия и продолжаются как трагедия. Был в конце шестнадцатого, начале семнадцатого века в Японии известный драматург Тикамацу Монзээмон, который написал пьесу о двойном самоубийстве, где влюбленные не видят будущего для себя и решают одновременно покончить с собой. Это не было временем телевизора, интернета, кино и так далее. При этом вскоре после появления этой пьесы по Японии прокатилась волна вот таких вот парных самоубийств. То есть, люди находят в произведении искусства что-то, что совпадает с их внутренними ощущениями, и это как будто указывает им путь. Вот смотрите, семнадцатый век, двадцать первый век, прошло фактически четыреста лет, а одна и та же история, история самоубийства вдохновляет зрителей, слушателей совершить то же самое. Ну, ведь если говорить об искусстве, то самоубийство нередко представляется красивым таким актом. То есть, мы можем вспомнить как раз Ромау и Джульетту, эту историю такой большой любви, которая закончилась трагически. Но, тем не менее, ведь если посмотреть на самоубийство с точки зрения бытового, то это не очень красивая история. Физиологически это не очень красиво. Повеситься, застрелиться, выброситься из окна – это всё заканчивается. И, в общем-то, есть фотографии, которые показывают, что никакой красоты в этом нет. Да, всё это сопровождается весьма неаппетитными подробностями. Но проблема в том, что искусство делает это красивым. Этот искусство при этом налёт романтизма, даёт некую идею, если можно так сказать. Это некое исследование, некая красивая идея, а не просто кончина. Может, на звонок? Да, звонок. Здравствуйте, как раз зовут? Алло? Да, алло, здравствуйте. Здравствуйте, меня зовут Наталья. Да, Наталья, слушаем вас. Вы знаете, у меня двое детей. И, что я заметила, дети относятся к смерти, наши дети, по-другому, нежели мы относились, когда были детьми. Для Наталья что-то про смерть, это было что-то такое, за грани понимания, но что-то вселяющее ужас. Подумать о смерти, это было, боже мой, нет. Увидеть гроб, это вообще кошмар. А сейчас дети рисуют спокойно себе, скелетиков развешивают над кроватью, причём с символикой 666. А смерть, это как некое театрализованное какое-то представление, и она какая-то стала доступной, если можно так сказать. Вот, мне кажется, это плохо. И дальше люди заиграются, и уже, наверное, играют в это. Не потому что действительно жизнь такая тяжёлая, которая заставляет их уходить из жизни, а им кажется, это просто весело, и там представляется какое-то продолжение для них. Что вы думаете? Да, спасибо вам. Ну, вот, интересно же. Интересно. Ну, честно говоря, я не думаю, что детям там видится некое продолжение. Потому что там есть некое продолжение, обычно эта идея связана как-то с религией. А с компьютерной игрой это не может быть связано? Потому что смерть в компьютерной игре – не окончательный результат. Потому что можно всегда перезагрузиться и снова ожить. Здесь можно наплодить много красивых теорий, Вадим. Ни одна из них не будет доказательна. И идея, что можно перезагрузиться, что есть много жизней в запасе, которые можно еще и купить и так далее. И идея о том, что дети смотрят кино, играют в игры, где полно смертей, которые не так уж и могут всерьез восприниматься. И идея о том, что дети живут в мире полном информации о смертях. И, ну, пока я в моем детстве доходили какие-то известия через телевидение или радио, о каких-то катастрофах, войнах. Обычно это было далеко от нас. Но так обычно смерть – это что-то, что происходило неподалеку от нас. Кто-то умирал или погибал. Таких, конечно, как сейчас, наверное, речи не шло. Ну, вот я вспоминаю свое детство, и сейчас вот как раз мне пришла в голову мысль, потому что в подростковом возрасте, когда у меня была рок-группа, мы называли ее «Саван», и, в общем-то, песни у нас были тоже не самые оптимистичные, и в этом была некая романтизация. Хотя, как мне кажется, и сейчас оцениваю то, что я тогда думал, было ощущение, что смерть слишком далека, потому что ты еще молод, потому что ты, в общем-то, играя с этими образами, я еще не представляю, что это может произойти с тобой. Вот нет такого ощущения у подростка, у человека, который думает, что вся жизнь впереди, и эта жизнь очень долгая. Вообще не думаю, что подросток как-то осознанно планирует надолго свою жизнь. Кто-то из психологов сказал, что подростковый возраст – это такой естественный природный психоз, который проходит каждый. Кстати, когда-то еще, по-моему, Валерий Брюсов, может, я не могу ошибаться, сказал, что в определенное время над каждым подростком влияет демон самоубийства. Если мы помним, начало XX века, литература, декаданс, идея самоубийства была модной достаточно. Это было романтично, это было возвышенно. Мы пытались найти эстетику. Да, да. Почему дети стали настолько уязвимы? Кстати, вот еще одна странная черта, даже по американской статистике. Обычно девочки, женщины, кончали с собой чаще с каких-то отравлений. Мальчикам, подросткам была более свойственная такая, ну, более жесткая манера смерти. Перерезать вены, повеситься, каким-то образом удушить себя и так далее. По тем исследованиям, которые я читал, в последнее время по способу жесткости метода самоубийства девочки догнали мальчиков. И они тоже теперь уходят из жизни достаточно тяжелыми и кровавыми способами. А почему? Что произошло? Ну, во-первых, мне кажется, да не обидится на меня прогрессивное человечество, что последние годы о чем все идет речь? Не навязывайте гендерных ролей. Не должно быть так, что мальчик, он играет в грузовики с оружием, а девочка идет в куколки. Это все навязано. Все, в общем-то, схожи, и те должны играть в похожие вещи. То есть, и даже на уровне планирования суицида это начинает работать, вот это гендерное равенство или попытка приблизиться? Я могу это предположить, потому что вот эта хрупкая эстетическая женственность, похоже, не очень в моде на сегодняшний день. Возможно, не зря девочки выбирают вот такой вот способ уходить из этой жизни. Я думаю, что есть какие-то наверное, это все вопрос каких-то многолетних исследований, чтобы понять, почему все это происходит. Есть одно интересное исследование, почему, по мнению авторов, все это творится. Это уже после рекламной паузы, наверное, мы начнем с этого исследования. Давайте тогда вернемся к реплике нашей радиослушательницы, которая сказала о подростках и том, что дети современные воспринимают смерть как некую игру. Вот на ваш взгляд, раньше такое тоже было или такого не было все-таки? Можно ли говорить, что современные подростки, современные дети по-другому относятся вообще к смерти на уровне своих представлений? Ну, что современные подростки, если в свое время, в доинтернетную эпоху, наверное, поток информации очень четко можно было разделить на взрослую и детскую или подростковую. То есть взрослые черпали информацию из серьезных взрослых книг, из каких-то научных руководств, из телевидения, из газет и так далее. Дети, подростки черпали информацию из своих тусовок, из городских легенд, из детских или подростковых книжек, где, кстати, обычно смерть была достаточно или героическая, или что-то внуки. А сейчас, слава интернету, любой подросток может получить любую информацию. Кстати, насчет вот этой эпидемии самоповреждения. Насколько я уже сталкивался по своей работе, многие... Почему дети, чаще это девочки, часто режут все руки или ноги, не с целью перерезать себе вены и умереть, просто поверхностные, многочисленные надрезы. Как они утверждают, если им грустно, если им печально, после вот этой процедуры становится какое-то время легче. Ну, и плюс они обращают на себя внимание? Или не в этом цели? Они часто это делают так, что девочки часто режут ноги, так, чтобы под юбкой или под брюками это не было заметно, допустим. Обращать внимание, это демонстративные сути, когда приходят домой, запястья порезаны, кровь течет, и все вызывают скорую, надо спасать. Эти поверхностные порезы обычно совсем не всегда замечают. Это обычно случайно. Человек делает это для себя, в первую очередь. Да, вот еще раз, это именно такое объяснение. Я это делал, потому что я это сделал, мне не так грустно. Как это называть? Это микронаказание из себя, какое-то удовлетворение, или это боль, которая оттягивает эмоциональную боль на физическую, или в этом есть нечто ритуальное. Об этом можно долго рассуждать. Но многие, с чего я об этом заговорил, нынче многие дети об этом, о том, что вообще такая вероятность и возможность присутствуют, узнают из интернета. «Свобода – это рабство», как писал Орел, я к чему сейчас вспомнил эту фразу, ведь наличие огромного количества информации не делает нас свободными, потому что мы все равно ходим одними и теми же тропинками. Вот это не создает для подростка, для молодого человека, это как раз ту самую проблему. Я поясню, что я имею в виду. Когда в свое время я прочитал книгу «Три мушкетера», я очень долго ждал, пока по телевизору покажут этот фильм. И когда его, наконец, показали, вот это был такой некий катарсис, потому что я, наконец, дождался. Сейчас я могу прочитать книгу, скачать фильм, и это уже не требует от меня никаких усилий. И это, с одной стороны, здорово, а с другой стороны, я теряю вот некое такое представление о чуде, может быть. Вот это же не делает нас, подростков, заложниками этой ситуации в какой-то степени. Что-то свобода. Я, честно говоря, с годами все меньше верю, что мы можем стать свободными. Мы можем минимизировать в какой-то степени своей несвободы. И, как сказал Юваль Ной Хараре, с которым многие спорят, мы, выходя из пространства одного мифа, освобождаясь от него, неизбежно попадаем в пространство другого мифа. Мы просто меняем мифологию, в которой мы живем. И мне эта идея кажется близкой. Я думаю, что свобода понимает странные формы. Например, для подростков, мне кажется, вот это резать кожу – это свобода обращения собственным телом. Странствия по интернету – это тоже, в общем-то, где, если родители не заняты достаточно жестким контролем, это тоже свободно, свободно доступ к любым темам фактически. Хотя говорят, что есть родительский контроль, программы, которые блокируют какой-то доступ. Вся это миф, потому что этот ребенок приходит в школу, берет телефон или планшет у друга или подруги и прекрасно заходит всюду, куда он хочет попасть. И что такое ППН – ребенок знает лучше, чем его родители. Да, да. И мы попали в тот период жизни, когда в достаточно раннем возрасте мы все меньше контролируем информацию, попадающую в доступность нашим детям. То есть, я бы не хотел сказать, что идеальная ситуация – такой жесткий тоталитарный контроль дома, когда родители залезают за ребенку в мысли и так далее. И при этом он совершенно задыхается от бесконечного контроля и вырывается куда-то. Но мне кажется, мы все больше и больше будем ощущать какие-то аспекты своей беспомощности. Мы поговорим об этом сразу после небольшой паузы. Врач-психиатр Арель Резник-Мартов. Программа «Диагноз неделя». Оставайтесь с нами. Мы продолжаем эту программу «Диагноз неделя». В студии работает врач-психиатр Арель Резник-Мартов, звукорежиссер Родион Золотарев. Меня зовут Вадим Родионов. Говорим мы сегодня о подростках и суицидах. Подростках, суицидах, в общем-то, различных психических расстройствах у подростков и детей и так далее. Звоните нам. 672-12-93-9 и 672-13-93-9 рассказывайте свои истории, задавайте свои вопросы, пишите в WhatsApp 2-3-0-6-1-9-1. Тема сложная, но, как вам кажется, очень важная. Поскольку, как мы уже это озвучили, эта тема, в смысле, все более актуальна, эта проблема беспокоит и затрагивает все большее количество стран и людей, американские психологи провели довольно-таки большое исследование, попытались вычленить, что же на сегодняшний день не являются, считают основными факторами нарастания психических расстройств у детей и подростков. Мы сейчас отложим в сторону известные вещи о детских травмах, о конфликтах с родителями. Это вечная тема, и мы к ней так или иначе приходим снова и снова. И, наверное, да, наверное, дети, которые попадают в такие ситуации, в чем-то в своей семье были травмированы, задеты или ущемлены. Сейчас мы его посещаем в том время, мы о том очень много говорили. Две вещи выделили психологи работать с этой проблемой. Один фактор – это поглощенность в виртуальным пространством, что в общем, наверное, для нас не новость. И второй фактор – это проблемы со сном, дефицит сна у детей. То есть, подростки, дети мало спят? Да. Ну, насчет виртуального пространства все более-менее ясно. Во-первых, ну, может, не так детально, но ясно. Во-первых, сидение в интернете катастрофически снижает живое общение в реальной жизни. То есть, то, что у детей когда-то было в избытке, общение со сверстниками, игры, совместные времяпровождения, прогулки, походы и так далее, и так далее, стало снижаться. Потому что, ну, как мы все понимаем, сидя у компьютера или у своего телефона, можно за короткое время пообщаться с куда большим количеством людей, чем ты можешь встретиться. Но при этом ты их не видишь. Ты видишь их аватарки, ты видишь, что они пишут, но ты не видишь этих людей, ты не можешь их прочувствовать в полной мере. Да. И это... Дети находят себе друзей из других стран по переписке, с которыми в жизни никогда не виделись, но, тем не менее, они переписываются. И это так или иначе сужает мир ребенка. Это постоянное напряжение, такая разбросность по самым разным целям и объектам. И в то же время это очень близко к одиночеству. Потому что вот эта виртуальная близость... Она не греет. Ну, может, это иллюзия, что греет. Это ощущение большого охвата, но тем не менее. Кроме того, вот этот поток информации, количество тревоги, которые он привносит детям, зашкаливают. Потому что очень часто переписываются незнакомые другу подростки. Они переписываются в достаточно чувствительных вещах. Они рассказывают о своих тревогах, своих бедах и проблемах. Они рассказывают о этих вот... самотравмирования, о различных способах уйти от этих проблем. И это... Обычно в этих переписках люди делятся не чем-то, что дает поддержку. Но есть еще и проблема ведь травли, которая в интернете выражена даже больше, чем, наверное, в реальной жизни. Хотя травля в реальной жизни, в школах, она, в общем-то, тоже достаточно актуальна. Но тем не менее, в том же Фейсбуке или любой другой социальной сети подросток не защищен. Он может, конечно, блокировать кого-то, но говорят, это тоже часто становится причиной мысли о суициде. На эту тему есть очень красноречивый, очень печальный пример. На тему, насколько, кстати, как вообще люди воспринимают общение в интернете и своего собеседника в интернете. Девочка из Малайзии, тоже подросток, естественно, с достаточно большим количеством подписчиков. Она все время, кажется, в Инстаграме, она публично жаловалась на то, что ей очень тяжело жить, что она мучается от депрессии, как, что делать. И она задала вопрос своим подписчикам. Такое небольшое интернет-голосование. Что мне выбрать? Смерть или жизнь? И то ли 65, то ли 70% подписчиков ответили смерть. Это как глазиаторские бои, получается. Да, и она выбросилась из окна. То есть, она выполнила волю на руку. Да, она последовала. Возможно, если бы это было общение с живыми реальными людьми, наверное, трудно себе представить подростку, который скажет своему сверстнику «умри». Но мне кажется, когда происходят вот такие вещи, эти участники опроса воспринимали как некое очередное виртуальное шоу. То есть, это не реальная жизнь? Нет. Это не жизнь реальной девочки? Нет. Сейчас настоящая девочка выпадет из окна и мозг разборезгает по асфальту. А что будет, если нажать? Да, вот так это работает? Да, это такая игра. Это тоже, как убрать виртуального персонажа, виртуальную жизнь. И вот, мне кажется, эти вещи очень, опять-таки, то самое, с умным словом, дегуманизируют происходящее. Дети перестают видеть друг друга как людей. Но ведь и взрослые перестают видеть друг друга как людей. Взрослые тоже, но дети более уязвимы. У взрослых, странно, не звучало, есть чем заняться. И взрослые как-то свои эмоции немножко намозолили. Они, конечно, тоже страдают и мучаются депрессиями, но вот этот подростковый временный психоз очень уязвимый период в жизни ребенка. Ну, здесь имеет значение поза, которую... Я задам этот вопрос после звонка. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый вечер. Здравствуйте, Лариса. А вот мне кажется, что общение детей со взрослыми намного сократилось. У нас были мамы, папы, с которыми мы много времени проводили, могли поговорить, бабушки, дедушки. А сейчас я не знаю, я что-то не вижу, чтобы вот у нас в доме общались там. В основном дети предоставлены сами себе. Родителям обеспечивают обеспеченную жизнь, компьютер и все. А как-то и работают по 3-4 раза. Бабушек, дедушек тоже давно что-то не видно. Они или друг с другом общаются, или вообще еще работают наши молодые бабушки, дедушки. Спасибо. Да, спасибо. Дефицит реального общения. Я не думаю, что у детей сейчас нет общения с родителями. Да, наверное, правда, что сейчас часто родители работают, люди работают на себя, или где-то у них нет рабочего дня с 9 до 5. Многие приходят домой позже. Но все-таки оказывается, что традиция общения с родителями в первую очередь зависит от родителей. От родителей, которые находят время с ребенком гулять, разговаривать, не смотреть в телевизор или в компьютер, а уделить это время ребенку. Другое дело, что дети как-то в чем-то стали как-то диспропорционально взрослее. То есть, для них сейчас, наверное, во многом общение в интернете иногда важнее, чем общение с родителями. А на счет бабушек и дедушек между современными детьми, их бабушками и дедушками, намного больше какая-то пропасть, чем все было между нами и нашими бабушками и дедушками. Технологически? Технологически. Дети купают столько информации, дети видят все. Обычно ценности этих детей бабушки и дедушек чаще всего отрицают. И дети к ним относятся так уже немножко снисходительно. Но, наверное, одна из причин, что родителям приходится конкурировать с детьми, конкурировать за детей с интернетом, с сериалами и так далее. Все мы знаем и по себе помним, что начинается подростковый период те, куда интереснее пойти гулять с друзьями, чем сидеть разговаривать с папой и мамой. Все мы знаем, что этот возраст неизбежен наступает. Это было бы странно, если бы подросток 14-15 лет хотел сидеть рядом с родителями и не шел бы гулять с друзьями. Это неестественное. Меня бы это насторожило. Но, опять, это задача родителей в этот момент попытаться сохранить какие-то очень важные каналы, когда ребенок к тебе придет поговорить, расскажет, что происходило, с кем он где был и так далее. и так далее. Вот я хотел задать вопрос перед звонком Ларисы о позе. Потому что, как я вспоминаю свой подростковый период, кажется, что иногда ты пытаешься занять какую-то позу, ты мучаешься, ты страдаешь, но ты пытаешься не подать визу и не показать тому человеку, которому, допустим, это важно, что вот я хочу поговорить, я не хочу быть в этой позе, не хочу страдать, но, тем не менее, какая-то гордыня, гордость, она, в общем-то, это разрушает даже изнутри, взрослые люди часто, в общем-то, находят как-то компромисс с собой. Есть эта проблема? Казаться в глаза других или попытаться показаться в глазах других не таким, какой ты есть на самом деле? Я думаю, что подростки какие-то роли, позы начинают принимать в общении со всеми, и с родителями, и со сверстниками, все надо показать себя, они начинают, они еще не понимают свое место в этом мире, и каким себя в этом мире стоит показать. Они показывают теми, кем им кажется будет наиболее впечатляюще для окружающих. Кто-то будет эпатажным и грубым, кто-то будет загадочным и закрытым, кто-то будет безразличным и холодным, да, таким байроническим героем, кто-то будет наоборот очень чувствительным, по-разному. Но, времена меняются, к сожалению, простите за банальность, и мы вынуждены жить в новой реальности, и мы вынуждены находить общий с нашими детьми на новых правилах. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый, Константин. Здравствуйте, да, Константин. По поводу, немножко хотел бы на землю вернуться, по поводу проблем подростков в Латвии. Малайзия далеко, Латвия близко. Я думаю, что вот этот кризис и вот эта острота в том числе из-за беспомощности институтов как семьи, так и государства в доступ к мозгам детей и их воспитания. Случай следующий. Три года назад дети пошли в первый класс, ну, из первых рук как бы наблюдал лично всю эту историю. Ты в первый класс, в классе появился неадекватный ребенок. Значит, начиналось с бросанием скомканными листами бумаги, там, с толканием, с бросанием на пол всех детей. То есть, один-единственный ученик вызывали полицию, стоял охранник там и так далее. Родители возмутились в школу остального класса, попросили завучи, директора школы принять меры. Психолог сидел на уроках. Все в жалобном, буквально заламывая руки, просили родителей не выносить ссоры из СБ, обещали с этим ребенком разобраться, там, несчастливая семья, мама там плакала, этого мальчика, я все сделаю. Прошло три года, мальчик продолжал учиться в этой школе, в этом классе. Какой у вас вопрос, Рельмук ответил? Да, я сейчас подведу. Две недели назад этот же самый мальчик, уже будучи третиклассником, уже всем им по 10 лет, ломает руку на уроке другому ребенку, который заступился за более слабого ребенка. Ничего невозможно сделать. и дети этих родителей из этого класса пришли домой, откуда я всю эту историю знаю, и спрашивают, папа, мама, вы можете сделать что-нибудь? Вот ваш гость говорит о том, что диалог родителей и детей, чтобы дети могли прийти пообщаться с родителями. А дети пришли пообщаться с родителями и говорят родителям, ну, защитите нас. А родители сделать реально ничего не могут. И теряется доверие и право на вот там общение у своих родителей. И после этого дети идут в виртуальную реальность, потому что родители беспомощны. В чем вопрос, Константин? Организовывают форум, да, и там начинают общаться с кем-нибудь попадя. И вопрос, может быть, не только заключается в советах именно... Да, сдавается очень много времени, просто и другие звонящие. Восстановить, ну, вы говорите в один дольше, чем я. Восстановить доверие. Спасибо, Константин, ну, давайте уважать друг друга. Ну, да. Я думаю, эта ситуация вряд ли такая массовая, и эта проблема есть, но мне почему-то кажется, что если родитель всерьез захочет защитить своего ребенка от такого неадекватного одноклассника, ну, так или иначе найдет способы. По крайней мере, насколько я читал советы мам, которых ребенок поднялся в буллингу, целеустремленные родители поднимали на ноги полицию, РОНО, Министерство образования, но добивались своей цели. Это вопрос настойчивости. И так государству не надо. Окей, я понял посланник. Извините, зачем понял, занялся только так много времени, я не понял. У нас не так много времени осталось. Вторая часть, вот эта проблема сна, которая для детей стала тоже одной из ключевых по поводу психического здоровья. Я думаю, во-первых, это напрямую, увы, связано с виртуальным пространством, потому что ребенок, который сидит ночью в телефоне, который сидит ночью в компьютере, планшете, в чем угодно, часто родители просто не контролируют. Или им это лень контролировать, или они не доходят, но одна из важнейших вещей это сон, потому что когда ребенок хронически не досыпает, если он не досыпает из-за того, что сидит в гаджетах, задача родителей это взять под контроль, это вполне возможно. Если ребенок не спит или мало спит, он тревожен, потому что он перевозбужден, потому что терзают какие-то мысли и так далее, если вы это видите, то это звонок для помощи, для поиска помощи детского психолога, детского психотерапевта, кого угодно он для помощи, потому что ребенок, который не спит, он энергетически полностью истощается и становится куда более уязвим для всех подводных камней подросткового периода. еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, как вас зовут? Ой, извините, извините. Да, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста. человек ошибся. нашим взаимодействием. Наверное, мы хотим познакомиться в другое место. 672-12-93-9, и 672-13-93-9, телефоны прямого эфира, номер ватсап 2-3-0-6-1-9-1, у нас буквально три минуты остается до конца эфира, ну вот мы как раз сегодня говорим о подростках и о проблемах, с которыми они сталкиваются. Что в этой ситуации, наверное, можно делать? Во-первых, мы, как родители, должны принять простую вещь, что появились факторы, не подвластные нашему контролю, что мы живем в изменившемся мире, и он начинает нам диктовать свои условия. Что мы можем в этом мире делать? Уж если дети часто воспринимают информацию из интернета куда лучше, чем наши слова, мы можем находить информацию, статьи, тексты, которые что-то объясняют. Если ребенок не может ему скушиться, уж это от нас, мы можем дать ему ссылку на текст, дать ему ссылку на лекцию, дать ему ссылку на какую-то полезную информацию. Звонок? Да, еще один, наверное, успеем принять. Здравствуйте, слушаем вас. Добрый день, Сергей Ригов. Да, очень коротко, Сергей, осталось буквально полтора минуты. Как мы все-таки будем восстанавливать, чтобы не допускать, терять авторитет родителей перед детьми? Просто прежде, чем вывести Константина из эфира, вопрос был такой, чтобы это не превращалось в логового актера. Авторитет родителей как будем не терять? Спасибо вам. Спасибо вам и спасибо за такую емкую, краткую формулировку. Это хороший вопрос. Мне на две минуты. Я думаю, чтобы не терять авторитет, ну, для начала им надо обладать, чтобы не терять. Ну, ведь родители изначально обладают авторитетом перед ребенком. Некоторые очень недолго могут растерять. Я, конечно, пару банальчиков. Достаточно быть достойным человеком, например, что твой ребенок мог тебя уважать не просто, потому что ты старше его, а еще потому, что твой ребенок знает, что ты в этой жизни делаешь какие-то интересные вещи, которые приносят пользу окружающему миру. Это вещь, которая необходима. И если мы умеем делать что-то интересное, не надо стесняться об этом рассказывать нашим детям. То есть, мне кажется, даже не только делиться с детьми, а не только как у тебя в школе, чем ты занимался, что ты творил. Будьте с детьми вместе, рассказывайте им о себе, рассказывайте им, что происходит в вашей работе, попытайтесь, чтобы детям было это интересно. Это интересное хобби, делите их с детьми, рассказывайте. То есть, можно рассказывать то, чем ты увлечен своему ребенку. Да. И, соответственно, это первое. Ну, быть ему интересным, умным. Второе. Ну, не подводите своих детей. Когда они приходят к вам с доверием, открытыми, я понимаю, что мы все совершаем ошибки, мы никто не застрахован от этого. Но, если мы будем в первую очередь думать о том, насколько хрупкие их чувства, мы будем их гиперопекать, заворачивать в вату и так далее. Но, если к детям с заботой и уважением, когда ребенок знает, что он придет тебе поговорить и не встретит какие-нибудь унылые нотации общепедагогического плана, или не встретит фразу, что, извиня, сейчас очень занят, не до тебя. Это тоже важно. Третье. Ребенок нас видит. Он видит нас очень четким и ясным взглядом. Это как камера, которая встроена рядом. Поэтому, если мы делаем гадости, если мы плохо себя, плохо вращаемся своим близким, если мы непорядочные и так далее, ребенок все это заметит или рано или поздно осознает. Поэтому, это опять очень общо звучит, но быть интересным человеком важно и для себя, и для своего ребенка. Быть достойным человеком важно и для себя, и для своего ребенка. И, что твой ребенок, совсем банально, он постоянно ощущал твою любовь и знал, что ты можешь рассердиться за что-то, не знаю, наказать за что-то. Но, что бы ни произошло, значит, ты будешь на его стороне. Человек может прийти, опереться на тебя, попросить тебя о помощи, считать, что он ее обязательно получит. Ну, вот, наверное, так. Это такое самое простое навскидку, но о каких-то сложностях надо посвящать этому отдельную передачу. Ну, что ж, на этом мы сегодня завершим программу Диагноз недели. В студии работал врач-психиатр Ариэль Резник-Мартов. С ним мы встретимся на следующей неделе. Я с вами не прощаюсь. Мы с вами встретимся после 18 часов в вечернем интерактиве. Спасибо, Ариэль, всего доброго. До свидания.